В России набирает популярность новое движение под названием фудшеринг. Идея в рациональном использовании продуктов питания. Лишнее можно отдать безвозмездно. Инициатор особенно подчеркивает, что речь не идет о благотворительности. Акцент сделан на защиту окружающей среды. Кто такие фудсейверы и как много тех, кто готов делиться, узнала Маргарита Шила. Соль. Я стараюсь ее не употреблять. Мама купила мне соль. Она мне не нужна, поэтому я ее, наверное, отдам. Одно объявление в интернете и уже буквально через несколько часов на пороге Александры появляется фудсейвер, спасатель еды. Берет то, что ей не нужно. Шоколад, который подарили, но она его не любит. Плавленные сырки, их слишком много. И приготовленную лазанью. Она не пришлась по вкусу мужу. Чтобы лишняя еда всегда находила того, кто ее съест, Александра специально создала группу в социальной сети. Люди буквально с первого дня начали сразу отдавать еду. И, конечно, были комментарии, что те, кто нуждается в еде, у них нет интернета, они об этом даже не узнают. Но это не благотворительный проект, это экологический проект. Помогаем еде добраться до человека, чтобы она не попала в помойку. Скидки, акции, агрессивная реклама. Психологи говорят, что многие покупки совершаются импульсивно. При этом по статистике от 30 до 40% продуктов из продовольственной корзины позже отправятся в мусорную. Покупатели просто не успевают съесть все, что покупают. При этом главная идея фудшеринга как раз и состоит в том, чтобы спасти еду и бороться с перепотреблением. Фудшеринг – новая концепция в экономике совместного потребления. Изначально он появился в Германии. Еду практически в промышленных масштабах безвозмездно отдают супермаркеты, рестораны и отели. Вообще нам сегодня дали ужасно мало. Обычно в этом магазине дают это в три раза больше. Ну вот какой-то бульон дали, не знаю, целую кучу творога. Художница Яна Франк живет в Берлине 25 лет. Фудшеринг – как стиль жизни. В отель за сыром и колбасой, в столовую за жареной картошкой с грибами, в соседний супермаркет за фруктами и овощами и в пекарню за еще горячим хлебом. Четыре таких похода и семья обеспечена едой на неделю. За год походов больше трехсот и четыре тонны еды. В этом холодильнике куплена только кошачья еда. Все остальное подаренное. Дают либо потому, что по закону надо выбросить, развернули, больше нельзя положить в холодильник, или сегодня вот сготовили, отдаем то, что завтра приготовим другое. В фудшеринге огромное количество людей, которые работали в супермаркете или в отеле. Они вот пришли в такой ужас от того, сколько на глазах у них выбрасывалось у них на работе, что они вступили в фудшеринг, чтобы хоть где-то что-то из этого спасать. В России обмениваются едой пока только интернет-пользователи. Но к проекту уже планируют присоединиться небольшие булочные и кафетерии. У Егора Меденникова свое производство сыра тофу и соевого молока. Как побочный продукт – соевый фарш. Часть съедает сам, остальное раздает. Если есть возможность с кем-то поделиться, почему этого не делать. Я сторонник теории того, что все в мире взаимосвязано, любое действие имеет следствие. Поэтому если мы делаем что-то хорошее, хорошее к нам возвращается. Делать хорошее и разумно потреблять. В России фудшеринг существует всего месяц, но желающих отдавать еду даром уже почти 10 тысяч.